В контактном зоопарке Бэби Бум, правда все малыши приезжие. Эти карликовые обезьянки и грунки эмигрировали всей семьей. Папа защищает новый дом с тоненьким писком, но очень отчаянно. Я так понимаю, что это самые маленькие обезьянки на планете. Ну почти, бывают обезьянки и чуть-чуть поменьше. Это очень ручной вид. Мы сейчас будем активно их вручать к ручкам, чтобы любой посетитель, если захочет, может их взять на ручки, погладить. Эта игрунка обыкновенная, родом из Бразилии. В природе они живут стайками по 15 особей и никогда не дерутся между собой. Игрунки очень доброжелательны друг другу. Мама всегда немного толще, чем папа. Вес до 300 граммов. Малыши и того меньше. Вот они, на спине у мамы. Ой, какой миленький. Они все время ездят на матери, да? То есть они эксплуатируют свою маму. Они, если захотят, могут и сами побегать по клетке. Прыгают не хуже, чем их папа. Уже все-таки тоже подростки. Можно сказать, мама просто их очень любит и балует, поэтому продолжает носить на спине. У этих обезьянок получается корчить рожицы почти как у людей. И у них как будто лицо. Да, очень часто этих обезьянок сравнивают с человеком, потому что у них кожа очень похожа по цвету на человеческую. И выражение лица очень тоже приближено к человеку. А эти малыши такие же озорняки, как человеческие дети. Маленькие еноты пока без имен. Можно найти зоопарк в соцсетях и предложить имена. Пока никак не выходит придумать такие, чтобы подошли и понравились. Это наша девочка. Мы еще думаем, как ее назвать. Нет, нет, нет. В прошлый раз вы отгрызли кусок от микрофона, поэтому не надо. Они сейчас очень часто. Наша девочка вот Ася. Она скоро тоже будет с малышами у наших мнотиков больших. Только недавно закончился период размножения. Кто-то беременный может быть. Да, одна девочка у нас беременная. Вы УЗИ делаете им? Да. Если два, проблем в два раза больше, да? А наоборот, они очень часто могут с собой играть. А эта мама сама родила и воспитала таких кабанчиков. Хорьки толще своей родительницы, поэтому едят за троих. Это наша девочка. Ее зовут Жужа. Она очень компактная, так скажем, потому что она альбиносик. Альбиносики все время меньше, чем обычное животное, потому что даже видно сейчас на примере, какая у нас мама и какие малыши. Малышам уже почти два месяца скоро будет. У нас остался один мальчик, мы их продаем. Эти сладкие булочки – самое ценное приобретение зоопарка. Насухи или коати. Детям всего месяц. Это надо вот так вот поджимать к себе. Малыши очень быстро растут, особенно чужие и особенно звериные. Как только окрепнут, их можно будет рассматривать повнимательней и даже погладить. Но если вам не терпится познакомиться с крохами, приходите в контактный зоопарк сейчас. Вам всегда будут рады.